Ну что же, друзья, появились у нас в студии сегодняшние участники акции «Бессмертный полк», которые вот еще не так давно прошагали по площади Ленина в Новосибирске. Это Трофим Виноградов и его тетя Инна Виноградова. Здравствуйте, с праздником! Здравствуйте, с праздником! Ирина, ну вот первые эмоции, Трофим, первые какие-то мысли после того, что уже произошло. Мы смотрели на вас в этой студии, и вот эта черно-белая волна памяти, вот это море, которое лилось по Красному проспекту, кадры были действительно впечатляющие, удивительные. Расскажите нам, что вы чувствовали, когда шли по Красному проспекту? Ну, я чувствовала... Трофим, первый раз? Ну да, чувствовала более-менее радость, что я иду с плакатом своего прадеда. Расскажи нам, прадед, где воевал, что тебе пришлось узнать о своей истории перед тем, как выйти с многими новосибирцами на площадь Ленина сегодня? Ну, мой прадед пошел в армию. Его призывали в советскую армию. Он пошел рядовым. Закончил армию подполковником и служил в разных городах. А в каких, знаешь? В толком нет. Он служил в Польше, это я знаю, но и в другом городе, я не помню, каком. Ирина, расскажите, вот наши коллеги из Болотного рассказывали, как там готовились к акции Бессмертный полк. Вот как готовились лично вы, что нужно было сделать, чтобы сегодня попасть в эту колонну, быть достойным идти там? Ну, если честно, мы об этом узнали абсолютно случайно. То есть, опять же, спасибо вам, вашим работникам. Мы зашли на сайт Бессмертного полка и почитали, как люди готовятся, что для этого надо сделать. Нам было интересно, что мы можем тоже освежить память своих дедов. Ну, вот я еще застала своего деда. Племянник нет. Ирина, а вот чисто технически, насколько было сложно? Ведь фотографии мы знаем старые, да, и бумага была другая. Ведь нужно же было сделать портрет так, чтобы дед был, да, узнаваем. Ну, я думаю, что сейчас нету. Фотокарточки же маленькие же, да? Фотокарточки маленькие. Очень интересно. Это смотришь, это уже как раритет какой-то. То есть, для нас это вообще интересно. Вот. Но на сегодняшний день с этим проблем нету, потому что... А вы заранее это сделали? Просто у нас был сюжет из Искитима, и там, например, корреспондент рассказывал, что вплоть до последних дней из типографии мы не забираем, потому что очередь огромное количество желающих. Да, очень много желающих в этом году по всей улице. Да, мы... Нет, мы сделали заранее, потому что мы, как бы, немножко готовились к этому. Мы просмотрели, мы еще побеседовали с бабушкой, вот с супругой нашего деда. Она у нас жива, ей 91 год. Она у нас еще очень... Бабушка даже боевая. Получается, бабушке было сколько лет? Бабушке было 18 лет. Да, она была молодой девушке. Она не пошла на первый призыв, потому что ей исполнилось 18, и она попала только на второй призыв. А желание наверняка было уже? Она говорит, что не было желания, это было, ну, как сказать, это честь отстоять свою родину. Поэтому она говорит, мы даже не смотрели там желания, нежелания. Мы были призваны, и мы шли. Из них, вот бабушка, из них сформировали женский полк. То есть не санитарный батальон, а именно... Нет, они связисты были. Они говорят, что, скорее всего, еще армия не была готова к тому, что девушки придут на фронт. Потому что, говорит, нам выдали частично мужское бандирование. Выдали, говорит, нам обмотки в сапоги, из которых мы, говорит, молодые девчонки, мы их распускали и шили себе чулки. Для нас это интересно. А для них, ну, я считаю, они просто обязаны это знать. Это их корни. Ирина, мы знаем, что акция «Бессмертный полк» началась буквально три года назад. Первый раз вышли в Сибирском федеральном округе. Сегодня не только вся страна, весь мир формирует свои колонны «Бессмертного полка». Сегодня вот вы были в гуще событий. И хочется спросить, нужно все это? Нужно. Нужно такое количество народу. Каждый, друг друга никто не знает. Но все идут в локово, в локоть. Мы пришли немножко как бы со временем, ну, кто-то пришел пораньше, кто-то пришел попозже. И вот пока мы стояли 40 минут, пока действительно пол формировали, люди начали между собой общаться. И вы знаете, это позитивное общение. Люди, ну, рады. Бабушки, которые бабушки, там, дедушки же преклонный возраст, они вот видят, у них на лице была какая-то, знаете, ну, может, какая-то печаль. Они вот более, более молодежь, вот, ну, молодежь. И мы как-то, мы более позитивно. Нам это все с улыбками. Там были такие активисты, которые там и начинали песни петь, которые какие-то там лозунги в толпу бросали. Все это поддерживалось, понимаете, это прям поддерживалось. Было довольно-таки интересно. Спасибо. Спасибо.